Всем привет, ещё в прошлом году мне представители Intel предоставили i9-12900K с материнской платой. Уже было на канале видео про совместимость колероз с новыми отверстиями, но до включения компьютера дело пока не доходило, не было памяти. И память мне предоставили представители ADATA, сделав возможность дальнейшей работы с платформой. Правда в этом видео память будет сток 4800 МГц с параметрами согласно JDX стандарта, но с разгоном памяти разбираться будем чуть позже, процессор в этом видео тоже будет в стоке. В этом же видео я хотел показать то, как процессор взаимодействует с операционной системой, а вернее с двумя системами, с десяткой и с одиннадцатой. Этот вопрос мне казался очень важным, так как в двенадцатом поколении мы получили много новшеств и новые техпроцессы, новые исполнительные блоки, куча всего прочего, что было в отдельном видео уже сказано. Но самое значимое на мой взгляд это разнородные ядра, с которыми надо работать операционным системам. И соответственно у нас в настольном сегменте возникли возможности потому, чтобы по максимуму реализовать потенциал их управлением, что в теории не менее значимо, чем прочий рост производительности на такт от иных улучшений. И ожидания у меня были, учитывая то, что я знаю, что дальше вам буду рассказывать, весьма завышены. И тут опять чуть-чуть затронем архитектурные изменения. Дело в том, что теперь ядер два типа. Во многом маленькие, или как их называет Intel эффективные, хуже больших. Но в разных задачах эта разница разная. И тут на это влияют сами микроархитектуры ядер. У больших ядер микроархитектура для современных задач уже более старая. Так, например, в ней не могут одновременно без штрафа на производительность выполняются обычные векторные инструкции, так как они выполняются устройствами с задними и теми же портами. Тогда как в эффективных ядрах смешанные задачи должны выполняться лучше, так как они друг на друга не влияют. Конечно, кроме вопросов разнообразия данных и инструкций в кэшах. С другой стороны, у больших ядер куда более функциональный декодер, который работает в паре с большим кэшем декодированных микроопераций. Ну и я очень ждал возможности увидеть то, как Intel организовали работу трейд-директора. Это программная прослойка, которая позволяет оптимизировать выполнение задач на процессоре. Само собой, если возвращаться к микроархитектурам, то стоит упомянуть ещё и про то, что теперь Intel пишет про смарт-кэш и для обычных процессоров. Суть этого смарт-кэша в том, что кэш-память может быть как инклюзивной, так и эксклюзивной по мере необходимости. То есть, либо обеспечивать более простой доступ для данных между ядер, либо эффективнее использовать объём кэша. Само собой, если чётко следить за тем, что где выполняется, то можно некоторые вещи не дублировать в L3, если знаешь, что они будут нужны только определённым ядрам, например, ядрам внутри одного четырёхъядерного стека маленьких ядер. И тут, если трейд-директор обеспечит правильное распределение задач между ядрами, то можно на ровном месте сэкономить кучу места в кэше L3. И это место использовать уже для больших ядер, чтобы они могли реже обращаться в оперативную память. То есть, задача сложная, и поэтому неудивительно, что про трейд-директор выделено довольно много упоминаний в маркетинговых материалах, так как это реально важно, и можно просто так софтом увеличить производительность. В общем, подытоживая этот бэкграунд, думаю, понятно, почему видео, в котором будем щупать эту штуку, я хотел сделать первым. Кроме того, вроде как это должно работать в Windows 11, а в Windows 10 должно не так хорошо или вообще не должно работать. А значит, разница поведения в двух системах могла бы пролить свет на саму суть этой, как мне казалось, загадочной технологии. Ну и в общем-то по снисходительному тону, вы уже, наверное, догадываетесь, что на деле все эти умные системы распределения задач я, в общем-то, не увидел. Но перед тем, как перейдем к тому, как это работает, я все же отмечу, что отчасти это все-таки работает. Изначально я запустил все на той винде, которую я использую на повседнев, просто чтобы убедиться, что компьютер нормально функционирует. Но даже учитывая то, что не нашлось драйверов почти ни на что, система в простой явно использовала только маленькие ядра, то есть последние 8 ядер. И это все на десятке, которая без интернета и возможности догрузки чего бы то ни было, первый раз увидевшая этот процессор. А это значит, что Microsoft в обновление самой десятки добавили возможности работы с разнородными ядрами, и десятка вполне себе четко отличает, где какие ядра. Правда, в Alder Lake еще нет специализированных режимов питания, когда процессор может полностью запарковать большие ядра в более низкий стейт, но судя по тому, как работает винта в простой, ожидать таких режимов питания в следующем поколении стоит, и будем надеяться, что такие режимы питания появятся. Само собой, это больше нужно будет в ноутбуках и планшетах, чтобы они могли по 3 дня работать без ухода в сон, а просто туша экран. И собственно на этом все плюсы работы и заканчиваются. Как только дела доходят до реального совмещения требовательных задач, все ломается. А напомню, суть оптимизации должна заключаться не только в оптимизации просто фоновой работы, а еще в том, что если вклинить две задачи друг в друга в одно и то же время, то длительность их выполнения должна быть меньше, чем выполнение этих же задач, но одна за другой. Допустим, так же происходит оптимизация процессорному времени, используя гипертрейдинг. То есть две задачи на одно ядро, поданные одновременно, выполняются быстрее, чем если бы выполнялись друг за другом этим же ядром. Собственно, именно сценарии параллельной работы в двух приложениях в качестве бонусов трейд-директора интелы показывали. Ну и в результате я хотел получить тоже какой-то буст производительности, по типу как с гипертрейдингом, только на уровне не одного ядра, а на уровне распределения задач по всему набору ядер. И я не исключаю, что возможно в каком-то сочетании наборов задач это будет работать не так, как я вам сейчас покажу, но так, чтобы это работало действительно с налетом сложных технологий, такого я, к сожалению, своими глазами не увидел. Короче, логика работы намного, 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 намного проще того, что я тут рассказывал про векторные операции, изоляции задач внутри стека ядер и его кэша и так далее. В общем, приложение с активным окном работает на больших ядрах, а приложение с неактивным окном на маленьких. Более того, не учитывается и степень жрущести задачи. То есть, если фоном более требовательное, а основное менее требовательное, большие ядра выделяются на менее требовательную, но в активном окне, а более требовательной в неактивном достаются маленькие ядра. И это идентично работает как в Windows 10, так и в Windows 11. То есть, если вы хотели бы стандартные приоритеты, как для обычного процессора, который работает тоже неплохо, то вы можете спокойно обойтись. Получить вы их на официально поддерживаемых платформах не сможете. Как пример радикального подхода к тому, как неверно отдаются приоритеты, я решил показать в связке финального рендеринга видео и одновременного просмотра интернета. Я создал проект для кодирования 5 минут, 4К видео, 50 кадров в секунду, и кодировал его в H2.65 софтверно, то есть ядрами. Встроенная графика и ее медиадвижок были отключены. Если оставить окно рендеринга активным, задействуются все потоки и ядра на кодирование, и работа занимает примерно 13 минут времени. Для софтверного кодирования 4К в H2.65 с большим числом кадров в секунду, время вообще отличное, спору нет. Но если просто открыть окно браузера в полный экран, то трейд-директор рендеринг в видео переносит фоновую задачу на маленькие ядра. Причем ему на то, чтобы прочухать, что что-то изменилось, требуется и порядка 5 секунд. То есть про какие-то молниеносные решения, как допустим с гипертрейдингом, речи вообще не идет. Но вишенка на торте в том, что в браузере нагрузки может вообще не быть. То есть вы открываете окно на весь экран и все. В таком режиме вместо 13 минут рендеринг шел 30-30,5 минуты. При том, что на основных больших ядрах нагрузки вообще не было. Само собой, я сразу начал думать, как эту проблему побороть хотя бы частично. И такие методы я нашел. В общем, если в винде запретить для программы, для которой вы не хотите переключения на маленькие ядра, запретить использовать эти маленькие ядра через диспетчеры задач, то переключений не произойдет. Но надо запретить использовать все маленькие ядра до единого. Если хоть одно маленькое ядро останется, то система даст нагрузку только на него. Если вы вручную перенесете жрущую нагрузку на большие ядра, то при этом вся другая нагрузка естественным образом штатными алгоритмами операционной системы будет распределяться на свободные оставшиеся маленькие ядра. И в таком формате вы можете оставить жрущую фоновую нагрузку и параллельно, особо не замечая фоновые работы, делать и другие дела. Забегая вперед скажу, что на канале будет видео о производительности маленьких ядер. И небольшие спойлеры, но даже на стоковых низких частотах 8 маленьких ядер быстрее, чем в хлам разогнанный i7-7700K. Так что если вы для какой-то прочей работы с высокой фоновой нагрузкой оставите себе только маленькие ядра, то производительности у вас все равно будет прилично. Но это делается только ручным заданием ядер через диспетчер задач. Само это все с точки зрения здравого смысла распределять приоритеты правильно не умеет. Кроме того, пока я сидел и ждал получисловой рендеринг, нашел еще один лайфхак, как сделать так, чтобы оставить обработку основной задачи на все потоки, но при этом еще и смотреть видео в полноэкранном браузере. Для этого надо оставить основным окном важную для вас задачу и навести мышку на окно предварительного просмотра другого окна и нажимая на этот предварительный просмотр задержать мышку на нем. И винда переключится в полноэкранную демонстрацию и если при этом не двигать мышку, то эта демонстрация так и будет работать на весь экран, при том, что нагрузка с больших ядер у основной задачи не спадет, то есть работать все будет с максимальной производительностью. Но то, что приходится прибегать к таким лайфхакам, которые должны работать и просто так, это на мой взгляд ненормально. Ну и теперь переходим к тому, как и чем отличаются Windows 10 и 11, как просто в производительности, так и в поведении при распределении задач. Вообще, что касается производительности, мощи у i9-12900K просто тьма. Но про это подробнее будем уже смотреть во всяких видео с разгонами, с разгонной памятью и прочими штуками. Сейчас поговорим только про различия в разных системах. Само собой, в сравнении будут чистые, только что установленные Windows 10 и Windows 11. Обоим системам я дал пару часов отстояться, установить первую волну обновлений, и обе системы это образы с официального сайта Microsoft. Начинаются различия уже с самой установки. На текущий момент в той сборке Windows 10, что скачивается с сайта Microsoft, до сих пор нет драйверов для системы на 12-е поколение Intel процессоров. Звук, сеть, Wi-Fi, Bluetooth, корректная работа чипсета, на все драйвера надо ставить руками. Хотя, может быть, достаточно поставить на сеть, а дальше уже подгрузится само. С Windows 11 уже таких больших проблем с драйверами из коробки нет. Теперь по производительности. В целом отмечу, что у меня Windows 10 оказалось чуть быстрее. Где-то совсем чуть-чуть, а где-то и на несколько процентов. Вообще, хоть уже и прошло пару месяцев со старта продаж, пока еще от обновления к обновлению стабильности в производительности нет. Есть обновления Windows, которые портят производительность Alder Lake'ов, а есть, которые начинают плохо работать с питанием процессора и его потреблением в нагрузке. В общем, расклад на эти пару процентов разницы может меняться в зависимости от обновлений систем. У меня выпал такой вот расклад, а через месяц он может стать противоположным. Что касается конкретных цифр, то цифры большие. К сожалению, сравнить мне их ни с чем, других процессоров с сопоставимой производительностью у меня нет. Самое мощное, что есть, это результат с i9-9900K, но он даже разогнанный ни в однопотоке, ни тем более в многопотоке, каких-то схожих цифр показать не может. По поведению, в основном процессор работает и на Windows 10, и на Windows 11 одинаково. Но на десятке из совсем косячных вещей это тестирование Sainbench R15. На Windows 10 почему-то процессор не хотел использовать большие ядра и работал только на маленьких. Вроде как эта проблема не глобальная, а частная, то есть есть только у меня. Но у меня на двух разных Windows 10 это повторяется идентично, тогда как на Windows 11 Sainbench R15 работает нормально. Ну и тут, забегая вперёд на будущее видео, можно посмотреть на то, что 8 слабых ядер Sainbench R15 набирают около 1200 баллов. Думаю, если эти маленькие ядра разогнать, то вполне можно будет обогнать некоторые 6-ядерники типа стокового Ryzen 5 2600. Общая же производительность всех ядер Sainbench R15 составляет около 4050 баллов. Простые подсчёты говорят о том, что в этом тесте маленькие ядра составляют около 30% общей производительности процессора, при том, что занимают около 20% площади ядерной части процессора. Ну и также можно вычесть одни цифры из других, получив результат только 8 больших ядер, около 2850 баллов, что больше, чем у 10 ядер в 10-м поколении Intel процессоров. И что касается распространённых бенчмарков, то можно сравнивать процессоры по базам этих бенчмарков на официальных сайтах, но ещё проще это делать на e-каталог. Безусловно, более исчерпывающую информацию можно получить только в полноценных обзорах. Но для удобства и первого ознакомления, цифры некоторых бенчмарков указываются прямо в описаниях на процессоры. То есть вы можете не ломать голову, думая, что быстрее 3,8 ГГц одного поколения или 4,2 ГГц другого, а просто добавлять нужные модели процессоров в сравнении и там видеть цифры производительности. Тут же сразу можно посмотреть динамику цен, то есть по одной странице сразу сделать первые выводы о соотношении цены и производительности. А ещё я ранее в видео упомянул, что при установке Windows 10 есть проблемы с драйверами на новой платформе. И конечно же можно самому искать страницу нужной материнской платы на сайте компании, но на e-каталоге в разделе характеристик есть прямые ссылки на страницы материнских плат или других продуктов на официальные сайты, где естественно можно сразу и быстро в пару кликов найти нужные вам драйвера. И тут же можно посмотреть в каких магазинах и по каким ценам продаётся нужная вам вещь, и тут же сразу можно перейти на страницу товара в выбранном магазине. Возвращаясь к тесту поведения процессоров, я проверил его используя игры. Суть теста была следующая. Я хотел проверить, как уживаются две требовательные задачи при одновременном решении. Для этого я запустил рендеринг видео, который я вам показывал ранее, и поверх этого запустил в начале GTA 5 и её бенчмарк. И это игра, которая не может занимать все потоки процессора, то есть в теории я оставил возможность для системы занять рендерингом видео часть больших ядер. Но ранее я показывал уже, что это так не работает. Тем не менее, тесты я провёл. Возможно, в будущем перетест покажет разницу. После окончания работы теста GTA 5, я дальше запустил игру Shadow of the Tomb Raider и бенчмарк в ней. Эта игра может занимать любое количество ядер. В качестве мерила эффективности поведения системы был выбран такой параметр, как временный прогон круга из тестов игр, так как фоновая нагрузка могла повлиять на время загрузки игры и их бенчмарков, а также размер падения производительности в условиях наличия и отсутствия фоновой нагрузки. То есть я ещё прогнал тесты в играх без фоновой нагрузки. Само собой, кроме тестов игр, замерялось увеличение времени рендеринга видео в сравнении с рендерингом без прочих задач. С фоновой нагрузкой в виде видеорендеринга от начала запуска бенчмарка до его завершения в GTA 5 на 11-й винде прошло 3 минуты 31 секунда, на Windows 10 3 минуты 26 секунд. Аналогичный параметр в Tomb Raider 3 минуты 12 секунд на 11-й винде и 3 минуты 9 секунд на 10-й винде. Общее время всего круга тестов на 10-й винде ровно 10 минут. Аналогичный параметр на 11-й винде 10 минут 17 секунд. В общем, как и в прошлых тестах, в используемых версиях Windows 10 чуть быстрее. За время запуска и проведения бенчмарков игр на Windows 11 обработалось 26% видео, а на Windows 10 25% видео. Дальнейшая часть видео обрабатывалась уже всеми ядрами и на десятке обработка завершилась за 19 минут 45 секунд, на Windows 11 за 20 минут 8 секунд. В общем, различия в рамках различий общей производительности между двумя системами, полученных в синтетических тестах. Если говорить про то, насколько упала производительность в играх, то стоит отметить, что в GTA 5 был изменен алгоритм для бенчмарка. Раньше при FPS чуть за 200, некорректно работали какие-то таймеры в игровом движке и игру от этого жестко начинало колбасить. Я давно этот бенчмарк не использовал и, судя по всему, Rockstar решили эту проблему исправить локом кадров до 187 кадров в секунду. Но бонусом к этому добавились жесткие фрезы при сходе с этого лока в меньшую сторону. И меньше этого предела FPS был только в последней части бенчмарка на дороге в городе. По нему видно, что падение производительности на обоих системах примерно одинаковое. А вот в последней сцене Shadow of the Tomb Raider уже появились какие-то непонятные вещи. Если говорить про прогоны без нагрузки, то выше производительность на Windows 10. И выше довольно прилично. А вот с нагрузкой производительность Windows 10 совсем на кропаля выше, чем в Windows 11. Иными словами, при работе и маленьких, и больших ядрах в играх в этой версии Windows 11 есть какие-то косяки, которые, скорее всего, с обновлениями поправят. А вот когда нагрузка была только на большие ядра, когда на маленьких ядрах в фоне было кодирование видео, производительность на обоих системах упала, то есть от маленьких ядер толк был на обоих системах, но в используемой Windows 10 падение было больше, так как без фоновой нагрузки ядра в тандеме работали лучше. А в GTA 5 такое поведение не проявилось, потому что игра активно может использовать меньше ядер, чем больших ядер в этом процессоре. В общем, выводы довольно неутешительные. Что касается работы Alder Lake'ов на обоих системах, пока все сломано. Как показывают новости, некоторые обновления винды все чинят, другие все ломают. У меня так совпало, что текущая версия Windows 11 более сломанная, чем десятка. Но в части работы с ядрами и потоками поведение идентичное, кроме как у бенчмарков с nBench R15. Ну и будем надеяться, что в будущем Trade Director будет обретать все-таки более сложный алгоритм оценки нагрузки, так чтобы улучшать эффективность работы, а не создавать для нее ограничения. Ну и также это повод через годик-другой провести перетест и посмотреть, как изменились дела. Надеюсь, видео было полезно или интересно. Если так, то подписывайтесь на канал, если ранее этого не сделали. Ну а пока, всем пока и до новых видео.